Международный аэропорт Хохрэн-Юбери, Буэнос-Айрес, 31 августа 1990 год. На перроне пассажирский авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании Lineas Aeros Privades Argentinas, или сокращенно ЛАПА, готовится выполнить внутренний рейс 3142 по маршруту Буэнос-Айрес-Кордова. На борт Боинга поднимаются 103 человека, 98 пассажиров и 5 членов экипажа, а управлять лайнером готовится опытный экипаж. Командир воздушного судна 45-летний Густаво Вейгл и второй пилот 31-летний Луис Эчевери. В салоне самолета работают трое стюардессы. В 1990-х годах частная авиакомпания Лоукостер ЛАПА была крупным игроком на рынке авиаперевозчиков в Аргентине и к концу десятилетия перевезла не менее 30% от общего числа авиапассажиров на внутренних линиях, тем самым сумев разрушить монополию национальной авиакомпании Аргентины Аэролинес-Аргентинос и ее дочерней компании Аустролинес-Айрес. При этом рост авиакомпании ЛАПА происходил почти в геометрической прогрессии. В феврале 1993 года в ее авиапарке появился первый Боинг 737, а в сентябре 1995-го прямо с завода поступил первый Боинг 757-й. Кроме того, авиакомпания стала первым латиноамериканским оператором Боинг 737-700, а в 1999 году ее авиапарк включал в себя 14 Боинг 737-200, 4 Боинг 737-700, 2 Боинга 757 и 1 767-й. Но столь быстрый рост объяснялся низкими ценами на авиабилеты в условиях тотальной экономии. В том числе авиалайнеры не проходили плановые проверки должным образом, а обучение пилотов выполнялось с нарушением, включая отсутствие необходимого числа тренажеров и непереведенные с английского языка инструкции, хотя многие им не владели. В результате пилоты летали на заведомо неисправных самолетах и со временем привыкали не обращать внимания на различные сигналы предупреждения. Согласно плану полета, вылет нашего рейса был запланирован на 20 часов 36 минут, но перед вылетом обнаруживается нарушение в работе левого двигателя, поэтому три авиатехника пытаются устранить эту проблему, в связи с чем вылет рейса был задержан на 15 минут. ЛАПа 3-1-4-2, взлет с ПВС-1-2 разрешаю. Вас понял, взлету готовы. В 20 часов 54 минуты диспетчер дает разрешение нашему экипажу на взлет, и самолет начинает разбег. Взлетаем. Хорошо, режим взлетный. Экипаж переводит руды во взлетный режим, увеличивается мощность и растет скорость. Но в это время в кабине внезапно срабатывает очередной сигнал предупреждения, говорящий о том, что самолет находится в невзлетной конфигурации. Но пилоты привычно его игнорируют. В сложившейся ситуации, пока скорость не достигла взлетной, а точка невозврата еще не пройдена, экипажу следует немедленно прервать взлет. Но для пилотов, которые привыкли летать на неисправных самолетах, это кажется чем-то обычным. И самолет продолжает разбег. Нет, 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 блин, что за дерьмо опять происходит? Режим взлетный, скорость растет. Я не знаю, что это такое. Старый он, все нормально, наверное. 80 узлов. Подтверждаю. V1, подъем. V2. На скорости 250 км в час лайнер отрывается от взлетной полосы. И в это время начинается тряска штурвала. Это свидетельствует о том, что самолету недостаточно подъемной силы и что скоро самолет войдет в режим сваливания. Что это, блин, происходит с ним? Самолет поднимается в воздух всего на пару метров, и его высота продолжает падать. Пролетев в таком положении несколько секунд, Boeing 737 опускается на взлетно-посадочную полосу. Экипаж переводит двигатели в режим малого газа, но скорость слишком велика, и оставшейся полосы не хватает для безопасного торможения. Тормози! Сейчас выкатимся! Реверс! Пилоты начинают активировать реверсы тяги, которые расположены за двигателем, и направляют выхлоп вперед, чтобы быстро замедлить самолет после приземления. Для этого им необходимо перевести руды в положение малого газа, затем поднять рычаги управления реверсом вверх, для увеличения оборотов тяги. Но правый рычаг управления реверсом не срабатывает, и двигатель переводится в режим газа. Лапа 3142, что у вас происходит? Через несколько секунд авиалайнер выкатывается за пределы взлетно-посадочной полосы, пересекает проспект Костенера, сбивает 8 автомобилей и на большой скорости врезается в газораспределительную станцию. Пролитие топлива на горячий двигатель и утечка газа из поврежденной газорегулирующей станции приводят к пожару, уничтожившему самолет. Авиакатастрофа в Буэнос-Айрес мгновенно уносит жизни 65 человек, трех членов экипажа, обоих пилотов и старшую стюардессу Тантас и 60 пассажиров на борту самолета, а также двух человек на проспекте Костенера. Выжили 37 человек, получив ранения различной степени тяжести. Данное происшествие является вторым крупнейшим по числу жертв в истории Аргентины. Расследование о причин катастрофы рейса 31-42 проводили следователи из Национального комитета по расследованию происшествий в гражданской авиации. Окончательный отчет расследования был опубликован 18 мая 2000 года. Во время подготовки к взлету экипаж нашего самолета забыл выполнить очень важную процедуру выпустить закрылки. Поскольку пилоты постоянно отвлекались и вели посторонние разговоры во время подготовки самолета к вылету, карта контрольных проверок была выполнена не в полном объеме. И пилоты попросту забыли выпустить закрылки, что привело к недостаточной подъемной силе лайма. Во многом такой ошибке способствовало недостаточное взаимодействие между обоими пилотами, которые больше обсуждали личную жизнь, чем выполнение контрольной карты, тем самым нарушая правила стерильной кабины, поскольку в кабине пилота вместе с ними находилась старшая стюардесса. Затем в момент взлета сработала звуковая сигнализация GPWS, предупреждающая о невзлетной конфигурации самолет, однако экипаж ее проигнорировал. Никто из пилотов не подозревал, что сигнал окажется не ложным. Во время изучения следователями биографии обоих пилотов рейса 31-42 было установлено, что командир экипажа проходил периодические проверки с нарушениями, чему во многом способствовало его плохое знание английского языка, на котором были напечатаны инструкции. Но руководство авиакомпании ЛАПА закрывало на это глаза, чтобы не тратиться на дополнительные занятия и избегать сокращения штата пилота. Также следствие сумело обнаружить ошибки и в самой авиакомпании и привлечь ее руководство к ответственности. Это привело к значительному подрыву доверия к авиакомпании ЛАПА, что в сочетании с проходившим в то время экономическим кризисом создало значительные финансовые проблемы и в итоге привело к банкротству в 2003 году. Ну что ж, рыба гниет с головы. Эта фраза хорошо описывает данное происшествие. Что можно требовать от экипажа, если политика компании это одна сплошная халатность? Тотальная экономия важнее безопасности авиаперевозки. Пилоты выполняли все процедуры сугубо так, как их научили, игнорировали все сигналы и предупреждения, потому что знали, что летают на неисправных машинах. Следствие по этому делу длилось 11 лет и никто из руководства компании не понес сурового наказания. Двое клерков были приговорены к тюремным срокам, но позже их оправдали, так как вина не была доказана. За этот период постоянно меняли судеб. Одного менеджера нашли застреленным в собственном доме. В итоге всю вину за случившееся повесили на командира Вейгл. Как говорится, мертвым уже все равно, а живым не стоит портить жизнь. И это не единственный случай, когда безопасность авиаперевозки уходит на последнее место. А что думаете вы, друзья? Поделитесь своими мыслями в комментариях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok